Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 25 лет, почему, когда я говорю, что у меня не было отношений, удивляются. Что такого в этом, почему я испытываю смущение и неловкость из-за этого. У меня так вышло, да, не было отношений, плюс еще живу на Кавказе. После такого общения и удивления на этот счет, мне неловко, когда с таким сталкиваться я не хочу. Уважаемые анонимы, давайте мы с вами уточним. Пожалуйста, значит, уточним мы с вами следующее. Какой у вас вопрос, собственно, к психологу? То есть, вы спрашиваете, во-первых, почему удивляются. Можно только предполагать. Но как ответ на вопрос, почему удивляются, да, поможет вам с этим не сталкиваться. Это первое. Второе. Значит, при чем здесь ваш возраст? И то, что вы живете на Кавказе. Вы считаете, что это как-то влияет? Вы считаете, что это как-то определяет то, что люди удивляются? Может быть, что-то связано с менталитетами людей, традициями людей, может быть, дело как-то в чем-то в этом заключается. Если вы живете на Кавказе. Если вы живете на Кавказе. Дальше. Вы чувствуете смущение и неловкость по той причине, что вы чувствуете себя выделяющейся. То есть, вы чувствуете, что вы выделяетесь. Вот. И когда человек выделяется, то ему приходится как бы сталкиваться с собой. Со своей, если хотите, если угодно, со своей ценностью в этот момент. То есть, если человек как-то вот сомневается, не чувствует своей ценности. Либо ему, ну, либо он не привык ее ощущать, то он чувствует неловкость и стыд, потому что он начинает себя обесценивать. Вот. Да. У вас не было отношений. Вопрос. Считаете ли вы это проблемой? Дело в том, что если вы не считаете это проблемой сами, если для вас это не проблема, то вам нужно опираться на себя в этом вопросе. То есть, у меня не было отношений, потому что я не хочу. Вот. Если для вас это проблема, то вы чувствуете то, что чувствуете, именно по той простой причине, что вы сами к этому не определили свое отношение. Вот. И когда люди обращают вам внимание на это, вы сталкиваетесь именно с неопределенностью. Вот. А я-то к этому как отношусь? Вот. А у меня к этому отношение какое? У меня к этому отношение рэкетное? То есть, обиды на эту историю, какие-то страхи, вот, ощущение несостоятельности. Или наоборот, я это очень-очень сильно, допустим, хочу. Вот. Вот. То есть, все вот это вот в данном случае оказывает существенное влияние, конечно же, на вот, как бы так сказать, восприятие этого. Ну вот. Поэтому, если у вас не было отношений, то в первую очередь спросите себя, хотите ли вы их отношения, в смысле, хотите ли вы отношения. Вот. Если да, если хотите, то вопрос здесь заключается в том, в какой форме вы хотите этого. То есть, ну вот именно в какой форме вы хотите этого. Вот. То есть, как вы этого хотите. Вот. Каким образом вы этого хотите. Ну, грубо говоря. Вот. Вот. И на это, собственно, вам и нужно найти ответ. Вот. На мой взгляд. То есть, вот, именно, именно, ну, именно вот, ответ на этот вопрос. Вам и найти ответ. Если вы хотите отношений, вот, то само собой как-то нужно их устраивать. Вот. Может быть, вам что-то мешает, а может быть, именно вот, чувство неловкости, которое вы испытываете, да? Чувство неловкости. Вот. Вот. Может быть, именно, именно это чувство неловкости и мешает вам. Вот. То есть, может быть, именно вот это чувство неловкости и не позволяет вам выстраивать отношения. Вот. 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 Какая-то вот, такая, знаете, неуверенность, неуверенность в себе, да? Какие-то страхи, может быть, и так далее. Вот. Вот. Может быть, все это вам и как раз тут мешает. И если так, если так, то с этим вам в первую очередь и нужно работать. Вот. Дальше. Вы говорите. Вы не хотите с этим сталкиваться. Я это могу интерпретировать как то, что вы не хотите сталкиваться с ощущением вот этой вот неловкости, которую вы, ну, чувствуете. Вот. То есть, вам не хочется сталкиваться в чем-то в самой себе. Получается. Вот. Ну, если, если это так, то это очень, очень сильно напоминает избегание. Вот. То есть, это очень сильно напоминает то, что вы избегаете какой-то внутренней проблемы, какого-то внутреннего конфликта. А, значит, на который, как бы, люди обращают вам свое внимание. Вот. Ну, ваше внимание, в смысле, получается. Вот. Такая здесь проблематика, на мой взгляд. Поэтому, я бы, я бы сказал, вот так. Ваша, одна из ваших трудностей заключается в том, что вы питаетесь по ней других людей. Другая ваша проблема заключается в том, что вы чувствуете неловкость. Вот. И проблема в том, что вы пытаетесь этого избегать сначала. А избегать этого не надо. Вот. Если вы где-то чувствуете неловкость, если вы где-то чувствуете смущение. Вот. Это лишь означает, что речь идет о чем-то важном, и люди обращают ваше внимание на это важно. Но, в, значит, столкновении с этим чем-то важным, вы всегда находитесь с кем-то. С людьми. Вот. Дальше. Если вы будете с этим сталкиваться в более безопасной атмосфере, например, в психотерапии, вы сможете спокойно разобраться с тем, что и как. Вот. И потом, совершенно спокойно, в этом направлении уже репрезентовать людям. Репрезентовывать людям. Дальше. Скажите, пожалуйста, о каких конкретно людях идет речь? Почему эти люди интересуются вашими отношениями? Вот. Не кажется ли вам, что подобные вопросы от людей незнакомых, да и от людей знакомых тоже, является как-то нарушением ваших личных границ и вторжением в ваше личное пространство? Вот. Понимаете, какая штука? То есть, не является ли, условно говоря, ваше чувство стыда, о котором вы пишете, а следствием или продуктом подавленной злости на этих самых людей? Вот. Потому что, вообще-то говоря, не кажется ли вам, что это ваше личное дело? Есть у вас отношение или нет у вас отношения? И не кажется ли вам, что это немножко не касается вопрос ваших отношений тех людей, которые об этом спрашивают? Вот. Исключением, исключением из правила этого является только если вы сами эту тему поднимаете, то есть сами о ней говорите. Вот. Если вы об этом говорите сами, то да, люди, конечно, могут вполне себе давать вам какую-то обратную связь, да, высказывать свое мнение и так далее. Как это происходит, например, в нашем с вами общении? То есть вы задаете какой-то вопрос, мы, соответственно, из него даем обратную связь, но если бы вы не спросили, то мы бы и ничего бы на эту тему не говорили бы. Понимаете? Какая штука? Вот. Поэтому, если вы не привыкли и не научились, например, защищать свои личные границы, а вам как-то некомфортно от того, как люди с ними обращаются, вам некомфортно от того, как люди с ними взаимодействуют, а такое вполне может быть, то само собой, что их нужно укреплять. Вот. И опять же в этом смысле поможет психолог, потому что для личных границ требуется опора на себя. Вот. Здесь мы, конечно, можем говорить о некоторых аспектах. К примеру, мы можем говорить об особенностях менталитета, где, допустим, ну вот, личные границы, да, не сказать, чтобы было как-то принято. Соблюдать. То есть это больше же, наверное, ну про личные границы, да, про какую-то вот отстранённость. Это же больше, наверное, касается всё же северных, ну, северных наций и так далее. Так как восточные и южные нации отличаются как раз-таки больше тем, да, вот, что как раз-таки личные границы для них не на первом месте. Вот. Вот. Это очень важно понимать. Очень важно понимать этот, этот момент. Вот. Понимаете, да? Поэтому тут тоже такая вот история есть, потому что если вы не отдаёте как бы себе в этом отсчёт и требуете от людей, допустим, вот как-то, ну не знаю, вот как-то, не интересоваться вами, да, а люди этого не делают, потому что вот не принято. Так. То есть у вас нет какого-то вот такого, такого, ну я бы сказал, основания, да, для того, чтобы, чтобы так вот, ну так, грубо говоря, требовать этого от людей. Вот. То, конечно, тут вы оказываетесь, ну, своего рода, своего рода в меньшинстве. Вот. И вряд ли, очень вряд ли вам это, вам это нравится, но в то же время вряд ли вы можете это изменить. Поэтому, когда вы говорите про то, что не хотите с этим сталкиваться, вот, я, конечно, хотел бы уточнить, как вы это видите для себя, по крайней мере. Как вы это видите? То, что вы не будете с этим сталкиваться. То есть видите ли вы это так, что люди просто вот возьмут и, ну, перестанут спрашивать вас об этом? Я боюсь, что нет. Я прекрасно знаю такие истории, когда некоторые люди даже не в южных и, ну, не в юго-восточных странах, да, значит, просто вот спрашивают, ну что у тебя парень есть, ну что у тебя там, как бы девушка есть и так далее. Просто потому что они считают, что вот могут, они не уважают личные границы, не при, как бы не имеют опыта с ними считаться. Вот. Понимаете? Поэтому вместе с тем, что перечислил я, вот, то есть вместе с тем, что касается вас, еще очень большое значение имеет, чтобы вы адекватно относились к окружающим вас людям. Вот. Чтобы вы не ожидали от них чего-то, чего они сделать не могут. Вот. Просто потому что они не понимают и не знают этого. Вот. Ага, бывали у меня и такие случаи, что человек чувствует себя не в своем обществе. Вот. То есть человек чувствует, что его ценности не соответствуют ценностям того общества, в котором он находится. Вот. Это довольно сложное, непростое решение, ну, ощущение, это довольно сложное, непростое чувство, вот, с которым человек оказывается вынужден что-то делать. Вот. И далеко не всегда, далеко не всегда, ну, вот, скажем так, такое решение, да, ну, есть, далеко не всегда такое решение. Что это существует. Вот. Существует. Простое. И нужно о том это очень крепко подумать. Что вы будете делать с этим? Вот. И что вообще с этим сделать можно? исходя из ваших, опять же, опять же, исходя из ваших ресурсов, исходя опять же, из ваших желаний и так далее. Вот. Вот, какая-то такая, я бы сказал, история, вот, на какие-то такие вещи хотелось бы мне обратить ваше внимание. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо. Спасибо.